Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на московском ЦСКА, который вновь не смог добиться победы. Уже пять встреч подряд они не знают вкуса виктории. И поэтому сейчас очень многие начинают критиковать Гончаренко, главного тренера армейского коллектива. Тем более, что вот последние неудачи, это ведь не единственная претензия к наставнику. Многие критикуют его стилистику футбола, ту игру, которую показывает ЦСКА. Многим она откровенно не нравится. Плюс мы помним, что по ходу текущего чемпионата были и другие провальные отрезки. Ну, например, вылет из лиги Европы. Поэтому сейчас начинаются такие, знаете, пока что робкие, но все-таки разговоры о том, что Гончаренко, может быть, стоит уволить. И стоит найти другого наставника, который даст команде шанс на определенную перезагрузку. Ну, а я со своей стороны постараюсь разобрать эту ситуацию и высказаться как за Гончаренко, высказать доводы в его защиту, так и, разумеется, против. Почему ЦСКА должен его оставить и почему ЦСКА, возможно, стоит его уволить. Давайте разберемся. Рекомендую вам канал Ставка дня. Этот блогер отлично разбирается в ставках. У него опыт уже больше 15 лет. И причем, что самое главное, он дает прогнозы не только в интернете. Он реально играет на ставках. И не так давно у него было замечательное видео, где он в режиме офлайн, то есть не в интернете, а прямо в букмекерской конторе, выиграл миллион рублей. Это видео вы можете найти у него на YouTube-канале, поэтому он никого не обманывает. Он действительно ведет активную жизнь за счет букмекерства. И вы можете увидеть его лайфстайл-видео, где он делится своим опытом и, в частности, делится своими рассказами о жизни за счет букмекерских ставок. Он делает интервью, но и самое главное, он сейчас дает бесплатные прогнозы на своем канале. Так что поспешите подписаться на канал Ставка дня. Ссылка будет в описании. Итак, во-первых, нужно признать, что Гончаренко в последнее время показывает не самую удачную работу в московском ЦСКА. Но, с другой стороны, считать его единственной причиной нынешнего кризиса уж точно не стоит. Здесь нужно брать с более фундаментальных моментов, например, селекционной работы. Потому что состав у армейцев очень несбалансированный, очень молодой, неопытный и, как мне кажется, недостаточно укомплектованный на многих позициях. И, возможно, Гончаренко хотел бы строить иной футбол, но у него совершенно другой подбор исполнителей, с которым он вынужден сейчас работать. И здесь, конечно же, можно критиковать руководство ЦСКА, но, с другой стороны, мы помним, что у армейцев бюджет, как известно, не резиновый. Поэтому они не могут себе позволить игрока вроде Малкома за 40 миллионов, Тиля там за 20-ку или Крыл Ховьяка тоже за приличные деньги. Они вынуждены работать по бюджету, по своим возможностям. И получается вот такой вот состав, где много молодежи, которую нужно выращивать. С одной стороны, это логично. ЦСКА, не имея средств, чтобы купить себе топовых игроков, пытается их вырастить в рамках своей команды. Но, с другой стороны, подобные кризисы, как сейчас, получаются неизбежными для любого юного, зеленого и недостаточно опытного коллектива. Так что здесь причины, знаете, глубинные причины нынешних неудачных результатов, нужно искать еще с селекцией из бюджета клуба. При этом хотелось бы отметить, что Гончаренко для такой молодой команды является достаточно подходящим наставником. То, что он сам по себе молод, он может, что называется, вырасти вместе со своим составом, заматереть, набраться опыта. Ну и к тому же Гончаренко очень неплохо работает с молодежью. Да, в последнее время многие перспективные ребята в ЦСКА застарились в развитии, а многие даже пошли на спад. Но, в целом, мы помним, что Гончаренко многих игроков раскрыл, поэтому здесь есть надежда, что он еще доведет вот этот проект до логического завершения. Еще один важный нюанс – это то, что альтернатив сейчас не так много. Но, объективно говоря, признаем, что российская тренерская школа очень слабая на данный момент. Очень мало у нас сильных наставников. Поэтому, вот, пожалуйста, белорусские тренера регулярно оказываются у руля наших отечественных коллективов. Потому что они, с одной стороны, и на русском языке говорят прекрасно, и, с другой стороны, они оказываются сильнее, чем наши наставники. И вот сейчас уволят Гончаренко. Кого возьмут взамен? Анопка назначать главным тренером? Игнашевича, как многие предлагают, из торпеды выписать? Кого-нибудь еще? Но это, по меньшим мере, сомнительно. Других российских альтернатив я особо не вижу. Да, конечно, можно порыскать. Можно Вадима Евсеева выцепить, не знаю, из Уфы по старой традиции. Но сомнений все равно останется очень много. И еще один важный момент. Вот, придет новый наставник. И каковы будут условия для его работы? Ведь сейчас в команде достаточно сложная ситуация. С одной стороны, коронавирус. Из-за которого сейчас выпадет ЦСКА из игрового и, как видимо, тренировочного ритма. Непонятно, могут ли они проводить сейчас товарищеские встречи, двусторонки или команда на карантине будет. Короче говоря, у наставника нового не будет условий для того, чтобы как следует принять и изучить команду. Скорее всего, это осложнит адаптацию нового тренера. Поэтому сейчас, уж простите за такое выражение, коней на переправе лучше не менять. Потому что после этого перерыва уж лучше быть со старым наставником, чем с новым, который вот так вот примет команду в таких экстремальных обстоятельствах. Ну и следует отметить то, что я говорил еще в матче против Уфы в обзоре на эту встречу. ЦСКА, в принципе, все-таки начал показывать какие-то признаки жизни в плане своего стиля футбола. Последнее время, конечно, они не впечатляли картинкой. ЦСКА играл скучно, прагматично. ЦСКА не знал, как работать с первым номером и зачастую просто до бесконечности устраивал перепасовку вокруг штрафной площади соперника. Не в силах проникнуть на более опасные позиции. Но с Уфой все-таки они создали много моментов. Другое дело, что их не реализовали, но моменты пошли. И что самое главное, Гончаренко все-таки не сидит сложа руки. Он что-то ищет, он пытается найти какие-то варианты. Сажает Чалова на скамейку запасных, выходит без чистого центрального нападающего. Он меняет активно футболистов на левом фланге. То есть нельзя сказать, что он прям такой твердолобый наставник, который сидит на месте и ничего не хочет менять. Нет, на мой взгляд, Гончаренко все-таки ведет определенный тренерский поиск. Просто он пока что не принес результаты. Впрочем, мы понимаем, что и не факт, что он принесет. Потому что это всегда очень нестабильная ситуация. Когда ты меняешь состав, это может принести определенную выгоду. Но это же может привести и к негативным последствиям. Поэтому здесь, что называется, нужно искать золотую середину. И нужно вырабатывать новый формат игры, который принесет армейцам успех. Потому что нынешний, прямо скажем, не особо прокатывает. Даже в российском чемпионате. Не вспоминаем про Еврокубки, где ЦСКА провалился по полной программе. С другой стороны, следует признать, что Гончаренко тоже несет часть ответственности за нынешние результаты. То есть, да, мы понимаем, что есть проблемы в селекции. Состав не самый сильный. Но спрашивается, что он, у Уфы, что ли, сильнее? Или у других команд, с которыми армейцы потеряли очки? Нет, то есть здесь есть претензии и к наставнику. И, конечно же, следует отметить, что многие проблемы армейцев с травмами, они также могут быть связаны с работой Гончаренко. Ведь, обратите внимание, у Слуцкого была очень маленькая команда, очень короткая скамейка запасных. У него практически не было ротации. Но при этом большая часть ведущих исполнителей играла практически без травм. Ветераны Березуцкий, Игнашевич, возрастные другие игроки проводили целостные сезоны. И, казалось бы, тут высокий риск, потому что ветераны всегда травматичны. Но, как показывает практика, при Слуцком у команды даже близко не было такого количества травм. Потом пришел Гончаренко, и мы помним, что в каждом сезоне были постоянные потери, постоянные эпидемии травм. И хотелось бы отдельно отметить, что очень много повреждений было именно мышечных. А это всегда связано с тренировочным процессом. И, в частности, у Дзагоева в последние годы вообще нет никакой игры нормальной, потому что он постоянно выпадает из-за повреждений. Он то в лазарете, то восстанавливается после травм. И все время это связано именно с мышечными проблемами. Поэтому здесь вопросы к Гончаренко и к тому, как он готовит команду, имеются. Тем более, что проблемы не только связаны с травмами. В принципе, ЦСКА очень неровно проводит сезоны. И в прошлом году, например, сам Гончаренко признал, что он не лучшим образом подготовил команду к чемпионату, и в результате та серьезно провисла по ходу российского сезона. Но и сейчас мы видим то же самое. ЦСКА вышел с зимней паузы, откровенно вареным. Команда очень тяжело перемещается по полю. У них почти нет прессинга, нет активности впереди. И это при том, что состав молодой. Казалось бы, эти парни должны носиться как угорелые по футбольному полю. У них очень много юных игроков. Но и они зачастую выглядят как 35-летние ветераны, которые еле-еле волочат ноги по полю. Поэтому здесь есть серьезные претензии касательно подготовки команды к текущему сезону и касательно большого количества травм, которые также могут быть связаны с этой самой подготовкой и с тренировочным процессом. Если говорить о его менеджерских функциях, то, конечно же, он пытается найти какие-то варианты, и многие отмечают его тренерский поиск. С другой стороны, хотелось бы отметить, что ЦСКА за все это время, что им руководит Гончаренко, так и не придумал нормального формата позиционной атаки. То есть ЦСКА на встречных курсах хорош. ЦСКА, играя вторым номером, может добиться успеха и дважды бы играть Реал. Но вы меня простите, когда дело доходит до тех матчей, где ЦСКА нужно работать первым номером, скрывать плотную оборону соперника, и играя в позиционные атаки, здесь как были проблемы изначально, так и остались. В этом смысле Гончаренко, на мой взгляд, не смог прибавить по***ю с Уфой. Но только в Башкери, понятное дело, у него не было такого серьезного состава, и было позволительно играть ярко выраженным вторым номером. В ЦСКА ему уже приходится работать больше в атаку, больше владеть мечом. А вот как пользоваться этим контролем, он так и не разобрался. При том, что исполнители толковые у него имеются. Кстати, об исполнителях. Хотелось бы отметить, что у армейцев, конечно же, много талантливых игроков, и многие из них раскрылись как раз при Гончаренко. Ахметов прибавил при Викторе Гончаренко, Чалов стал лучшим бомбардиром опять же при Гончаренко, другие игроки прибавили обликов и так далее. В общем, есть у него заслуги, несомнение. Дивеев, другие исполнители, все они здорово развивались до последнего времени, при этом наставники. Но в текущем сезоне, вот кто реально прибавил? Карпов? Ну, мы Карпова толком и не знали до текущего чемпионата. Это совсем молодой игрок, который пришел и, да, периодически неплохо себя показывал. Хотя и у него есть свои косяки. Но все равно отметим, что здесь мы не знаем стартового положения игрока. Возможно, он уже таким большим талантом пришел в первую команду, и здесь особой заслуги Гончаренко нету. Касательно остальных игроков, ну вот Дивеев, но опять же, им интересовался Арсенал еще до того, как игрок пришел в московский ЦСКА. А большая часть футболистов, они сейчас либо в состоянии застоя, то есть они не прибавляют, как Сигурдса, Набляков, практически вся вот эта югославская группа футболистов, Биилл, Бистович, Влашич. Они играют неплохо, но не прогрессируют. А некоторые откровенно сдают, как Ахметов и Чалов в первую очередь. Есть вопросы по другим игрокам. И здесь я особо отмечу. Не беру в расчет футболистов, чьи проблемы связаны с травмами. То есть Загоев, понятное дело, из-за бесконечных повреждений, сейчас играет не так эффективно. Щенников тоже травма была, Кучаев была тяжелая травма. Такие случаи я в расчет не беру. Мы говорим именно о тех футболистах, которые были живы-здоровы, которые появлялись в стартовом составе, регулярно получали игровую практику, но почему-то не прибавляли. А многие даже начали регрессировать. И здесь есть серьезные вопросы Гончаренко. Ну и еще один штрих, очень важный, это психологическое состояние самого наставника. В принципе, Гончаренко всегда был таким, знаете, острым на язык, смелым в высказываниях. Он всегда мог поднять бучу вокруг своих каких-то интервью. Но вот последнее время он все-таки перебирает в плане экспрессии и в плане своего поведения. То он получит дисквалификацию, то удалится и оставит команду без тренера, то чуть не подерется с ТДС, то начнут искать какие-то теории заговора, то еще что-то. Вот чувствуется, что сейчас Гончаренко не так уверен в себе, как раньше. А это, конечно, передается и команде. Когда коллектив в кризисе, тренер, напротив, должен излучать уверенность и быть островком стабильности. А здесь получается, корабль армейский находится в бушующем океане, команда здесь растерялась немножко по ходу этого сезона, а капитан, который должен быть образцом для подражания и примером для всех, но вот мы видим, что он тоже как-то немножко начинает не то чтобы паниковать, но прям, скажем, нервничать. И это, повторяю, передается всему коллективу. Поэтому, на мой взгляд, есть причины и для того, чтобы Гончаренко оставить, и для того, чтобы его уволить. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Всем удачи, всем пока!